Архитектура, которую называют застывшей музыкой, отражает ощущение нашего времени. Современный этап развития архитектуры характеризуется её многообразием. И всё же необходимо найти и выдержать свой стиль, чтобы городские улицы украшались новыми зданиями. Многие считают, что зодчество 21 века – это стекло, бетон, минимализм и хай-тек. И как, пользуясь таким инструментарием, создавать что-то яркое и свежее? Это непросто. И вместе с тем, в настоящее время человек хочет жить не только в красивом, но и в удобном здании. Ещё очень важно обязательное гармоничное сочетание здания с окружающим ландшафтом. Кроме того, оно должно быть энергосберегающим и экологичным. В нашем городе немало свежих примеров удачных архитектурных решений, где удалось воплотить в жизнь все поставленные задачи. Это магазины, торговые центры, офисные помещения, кафе и даже мойки автомобилей, которые стараются строить и удобными, и красивыми. Главная задача, которая сегодня стоит перед застройщиком – сделать объект не только функциональным, современным, но и вписать его в окружающую городскую среду, чтобы он стал частью единого архитектурного решения данной территории. Застройщик сразу ставит перед проектировщиком задачу запроектировать объект, соответствующий всем современным требованиям к архитектурному облику объектов. Ставит задачу разработать качественные решения по благоустройству прилегающей территории. На базе Краевого департамента архитектуры действует Институт развития градостроительной среды, что помогает улучшить архитектурный облик кубанских городов. Вот этот институт, в принципе, следит за современными веяниями к требованиям по архитектурному облику. И все эти требования оформляют в качестве методических рекомендаций, тем самым оказывая такую посильную помощь муниципальным образованиям. Естественно, что специалисты управления архитектурой также при работе с застройщиками и проектировщиками ориентируют их на достижение целей. То есть, чтобы объект проектируемый как минимум соответствовал базовым требованиям к архитектурному облику. Это спокойный цвет фасада, определенный процент остекленения этого фасада, это сочетание с окружающей городской средой. Это как минимум. А как максимум, конечно, чтобы этот объект становился украшением этой городской среды. В сентябре вступило в силу постановление правительства Российской Федерации об утверждении требований к архитектурно-городостроительному облику объекта капитального строительства и правил их согласования. Разработка и согласование архитектурно-городостроительного облика объекта будет предшествовать получению разрешения на его строительство. Пока в городе определены 6 улиц, где будет проводиться эта работа. Эти улицы внесены только в славянском городском поселении, но дальше больше, как говорится. И в славянском городском поселении это 6 улиц. Это Ковтюха, Красная, Ленина, Юных коммунаров, Школьная и Адельская. Ну и надеемся, конечно, что, не то что надеемся, а уверены, что это согласование сделает город краше. Реализация постановления упорядочивает важную работу и дает механизмы для того, чтобы новостройки лучше вписывались в уже существующий стиль и украшали город. А это в наших общих интересах. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, Станислав Бурбыко. Программа «События».